Миссия выполнена. Руководители саратовских предприятий подписали 17 контрактов с казахстанскими коллегами. Делегация во главе с министром промышленности области Сергеем Лисовским побывала в Астане. В рамках бизнес-миссии соглашение о сотрудничестве с Казахстаном подписали производители газового оборудования, транспорта, молочной продукции. Сейчас идет речь об экспорте товаров из области. Российским предпринимателям, несмотря на близость, сложно найти место на казахском рынке. Много конкурентов с запада. Мне понравилась позиция руководителей Казахстана, которые призвали на долгосрочные проекты. И вот подписанное сегодня соглашение со стороны саратовской области, это как раз долгосрочный проект по созданию производства. Ну а подробнее о том, как прошла встреча промышленников в Астане, готов рассказать Станислав Ивашенко. Он был как раз в составе саратовской делегации. Стас, ну расскажи, поделись впечатлениями, как вообще достаточно масштабная встреча проходила. В зале официальных приемов, официальных делегаций проходила встреча, двусторонняя встреча российских и казахстанских промышленников. От Саратова выступал Сергей Лисовский, министр промышленности. Он выступал с докладом, похвастался нашими достижениями внутри области, что мы можем производить. После чего все отправились на биржу контактов. Там наши саратовские бизнесмены обнялись контактами, телефонами с казахскими партнерами, а также с партнерами из других регионов России. Ну, я знаю, что вот не так гладко у вас там все проходило. Вот в чем была загвоздка? Вся проблема была в том, что мы не смогли вернуться обратно. Дело в том, что в Саратове была очень плохая погода, туманно. Ну, как и по всей центральной России, в общем-то. Видимость абсолютно нулевая, а наши самолеты не смогли принять обратно в Саратов. Сергей Михайлович Лисовский звонил главкому дальней авиации. Это очень высокая, по-моему, должность. Ну, и он поможет... Даже связи не помогли совладать с погодой. Ничего. Что же вы делали? С погодой никак не поспоришь. И было принято решение переночевать в аэропорту. До трех часов ночи провели все там. В итоге... А все почему? Потому что мы находились в стерильной зоне. То есть назад пути уже нет? Вы прошли контроль? Таможенники жалились только над слабой половиной человечества. Девушек отправили в гостиницу. Мужчины остались во главе, соответственно, с тем же министром промышленности. Но зато у вас такая тесная кампания образовалась. В итоге мы вылетели, ну и в самолете все не прошло не так гладко. Мы изначально направлялись рейсом на Самару. Вдруг командир экипажа передал сообщение о том, что мы возвращаемся в Саратов. Дело в том, что погода кое-как прояснилась. В 7 часов вечера мы прибыли в Саратов. Мы улетели туда в бизнес-миссии, а вернулись обратно уже целая команда. Действительно, нас очень сильно это сплотило. То, что мы находились 20 часов в закрытом пространстве, все вместе. Ну что же, такой редкий случай, незабываемое путешествие. Спасибо, Станислав. Это был Станислав Ивашенко. Он нам рассказал о поездке саратовских промышленников с бизнес-миссией в Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова